27 мая, Екатерина. Письмо называется «Год и месяц». Много вопросов. А, тут добавление к письму. Так, надо второе открыть письмо. И не забыть добавление прочитать. Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Екатерина. Приятно познакомиться. 31 год. Большое спасибо за вашу работу, ваше разъяснение, за полезную информацию, которая очень необходима мамочкам. Пожалуйста. Дочке год и месяц. Ребенок первый, желанный. Беременность проходила легко. Родила сама на 39-й неделе. Схватки начались в 13.30. В роддом приехала в 17.30. В родзал поступила в 18.30. 21 прокололи пузырь. Родила в 23.40. Так, это значит, мне предполагается, надо почитать. Девчонки, пожалуйста, пишите сразу же, сколько длился роды. Так, час 30. 10 часов ровно роды длились. Хорошо. Роды были тяжелые. Вакуум-экстракция, эксатракция. Как сказали врачи, была гипоксия. Родилась девочка 54.3.630 по шкале 7.8. После вакуума на голове была кефалогематома. Нас с роддом сразу отправили в больницу делать пункцию кефалогематомы. В общем, пока ждали пункцию, лежали под лампой 2 дня желтого уха. Через 3 дня сдали анализы. Анализы показали воспалительный процесс, пневмония. В общем, тяжело было и физически, и морально. Но мы выдержали. Спустя 21 день после родов мы наконец-то попали домой. Дочка на ГВ после года начала по чуть-чуть сокращать кормление. Сейчас утром дневной сон и на ночь. Ночью просыпается 1-2 раза в день, когда беспокоят зубы. 2-4. Развитие в 3 месяца переворота. В 4 месяца первый зуб, 5 месяца второй зуб, 6 месяцев ползли по-пластунски. 7 села, 8 встала у опора, в 9 месяцев уверенно стоит у опора, ползает на четвереньках. 6 зубов, ходит с поддержкой и держает за каталку ходунки. 10 месяцев уверенно поднимается на ножки. С поддержкой ходит у опора, ходит с каталкой ходунки. Говорит папа, мама, баба, дай, нельзя и так далее. Мама, кстати, нет, наврала. Папа, баба, дай, понимает нельзя, на и дай. В 11 месяцев ходит у опора, держась за стену. Научилась ползать назад, пытается стоять без помощи рук. Ходит, держась за одну руку неуверенно, говорит мама. Первый вопрос. Годик ходит у опоры, ходит, держась за мой палец. Идет уверенно, но если начинаешь убирать палец, сразу же садится или встает на колени, боится идти без руки. Подскажите, как помочь? Никак вообще. Вообще, вы имеете в виду, как помочь расходиться побыстрее? Никак вообще. Как только тело само и мужичок почувствуют силу, уверенность, что меня не качает, меня не несет стена, а круг на меня худоном не ходит, сам ребенок поймет, так и пойдет. Так и ходите с пальцем. Пусть у опора ходит, никак вообще не помогайте. Вы это вообще влезать не нужны, все само. Мужичок без вас там автономно работает ее. Второй вопрос. Любит все раскидывать. Доставайте из шкафа пластиковую посуду и раскидывайте по всей кухне. По вашему совету даю доступ к шкафчикам, и все небезопасно убрала наверх. Постоянно показываю, что нужно собирать, складывать, никак не хочет. Я сложу, она тут же раскидывает. Также с пирамидкой и конструктором. Собирать не хочет, а колечки конструктор снимает, раскидывает. Это возраст для проявления характера? Нет, она сейчас находится просто на стадии анализа. Анализ – это вот. Синтез – это в обратную сторону. Синтезируем, складываем, анализируем, все это пока разбираем. Она находится на стадии анализа. Это нормально. Пробуйте ее ручками показывать просто. Или сами собирайте, или пусть подольше это лежит разбросанное. Вы перешагиваете. Может быть, ей когда-нибудь она тоже захочет шагнуть, а ей это мешает. И включится мозг, и она положит это обратно. Вы просто показывайте, проговаривайте, но пока она сама не перейдет на ступень развития под названием синтез. То есть складывать, как пирамидку складывать, там ежики в банку складывать. Можете, да, как-то, может быть, это ускорить. Если игрушки подпихнете в виде наших пуговиц в дырку, там бутылки в бутылки какие-нибудь фасольные, крупные складывать. Ежики вот в банку, машина едет. Ежики в банку. Если у нее это получится, значит, и посуду скоро начнет удар складывать. Если не получится, значит, просто ждите, когда мозг растет до синтезирования. Третий вопрос. Все тянет в рот. Ну да, правильно, но когда я анализ, тогда и на исследование мира, на артикуляции пока. О, господи, через рот, в общем. И все тянет в рот. Книжки грызет, отвернешься уже, откусила, новую игрушку, мебель вообще. Как вы поняли, чтобы не заинтересовала, сначала щупает пальцем, а потом в рот. Я понимаю, что так она познает мир, да, совершенно верно, но беспокоит, что не всегда могу следить. Ездили на дачу к бабушке, пока повернулась помочь бабуле, дочь успела в рот и траву и землю. Пусть, ничего страшного. Но больше пугала, что камень в рот, это да, это страшно, и успела вытащить. Следим. Вам еще чуть-чуть осталось, буквально 2-3 месяца. Постарайтесь следить. Значит, если вы куда-то отворачиваете, либо ее в манеж, либо на руки вместе с собой, либо вокруг убедитесь, что нет каких-то опасных предметов, которые может проглотить. А сейчас дайте, пожалуйста, всем насытиться, пусть и трава, пусть и земля, лишь бы, ну, безопасно, что она не подавится. Вот. Чем больше вы будете сейчас давать облизывать, скажем так, в кавычках, мир, тем быстрее вы следите с этой стадией. Тем быстрее она насытится, и ребенок, мозг соберет информацию о мире вокруг и перейдет на следующую стадию. Стадию, там, допустим, прослушивания или там созерцания глазами, или там, допустим, нюхания или тактильного восприятия. Вот. Тоже не влезайте в это дело, а наоборот разрешите. Четвертое. Прикорм начали с 6 месяцев. Сначала есть отказывалась, но ближе к 10 месяцев более-менее начала есть каши, овощи, мясо, фрукты. Сейчас кушаем по возрасту. Частично перевожу на общий стол. Любит есть кусками и пюре. Ест весел кусок в рот, 10 кусков на пол. Любит раскидывать. Ложкой не интересуется, даешь в руку. Играет, использует как барабанную палочку. Стучит по столу или выкидывает. А где вопрос? В четвертом пункте вопроса нет. Так, пятый вопрос. Но больше беспокоит дочь плачет. Иногда даже истерики на взрослых. Истерика на взрослых, которых давно не видел. Сейчас в связи с пандемией в гости не ходим. И к нам не ходят. Гуляем везде на расстоянии. Видимо, ребенок в основном дома и на даче. Всегда встречаем кого-то знакомых на улице, может заплакать, когда долго не видит бабушек. Тоже сильно плачет. Как помочь? Я думаю, что это связано с эмоциями в миндалевидном теле. Получается, либо там страх идет, либо наоборот она рада до такой степени, что миндалины не могут справиться с эмоциями. А в миндалинах у нас страх, да? У нас там страх и беспокойство. Но здесь нужно разобраться, какую эмоцию она чувствует, с какой эмоцией она просто не может справиться. В общем, я бы на вашем месте. Сейчас вот закончится совсем карантинный. И сделала бы обследование ребенка. И вообще скрининг бы такой делать по отношению к ребенку раз в год. Пока совсем уже там будет вся чистая картина. Опять же, микроэлементы посмотреть и ЭГЭ хотя бы сделать. Посмотреть, как вот эти все гематомы повлияли на все абсолютно структуры мозга. В общем, глубинные структуры мозга, я так понимаю, что не оттормаживаются. И те отделы мозга, которые отвечают за эмоции, это у нас там миндалины рядом стоящие, видимо, не справляются с этими эмоциями. Либо ей слишком страшно и вот отсюда плачь, либо наоборот слишком радостно от того, что она бабушку встретила. И вот так вот проявляется эмоция. Но явно, что сбой идет по работе миндалины, и надо ее посмотреть на ЭГЭ или на других каких-то обследованиях. Это может невролог сказать. Так, доча плачет, бабушек, как помочь? Обследование. И постараться, если вы видите, что действительно это ее перевозбуждает, делать это крайне аккуратно, встречу с давно знакомыми людьми. Либо пока не встречаться, пока обследование вы делаете. Если такое невозможно, то издалека, держа на руках, обнимая крепко, защищая, показывая, что... То есть своим телом, своим объятием дать ей поддержку и защиту. Вот. Ей так будет, если она страх испытывает, ей менее будет страшно и легче будет справиться с эмоциями. То есть вы крепко держите. И издалека там бабушка не сразу же там из-за плеча появилась. У, привет, моя дорогая, давай руки тянуть и сразу же обниматься, целоваться. А вон там издалека, прям за 100 метров, ой, смотри, бабуля идет, давай ей помашем. Если видите, что ребенок напрягся и собрался сейчас вот неправильную эмоцию выдать, значит, тогда бабуль махнули, мол, иди. Завтра еще раз так же попробовать на расстоянии 100 метров махнуть. Она уже не будет так напрягаться. И вот потихонечку бабушки прилебрежатся или там к каким-то знакомым, но поглядут на реакцию ребенка. Если вы видите, в шею вам вцепилось, ну, вроде бы готовы ей, интересно, кто там, потихонечку приближайтесь. Если совсем напряглась и сейчас даст вот эту вот неправильную реакцию, все до завтра. И завтра начинайте с той же дистанции и с того же махания, на котором остановились в предыдущий день. Шестой вопрос. Усидчивость точно не про мою дочь. Понятное дело, это, да, это речь и усидчивость, и гипервозбуждение, неумение тормозиться, и эмоции через край, это все последствия родовой неправильной деятельности. Усидчивость точно не про мою дочу. Носится на четвереньках по квартире, как моторчик, везде лезет. Все достать и раскидать. На развивашке посиделки хватает минут 10 от силы. Прекрасно, 10 это тоже хорошо. Может, посоветуйте как-то подвижные развивашки. Посоветуйте, видимо, какие-нибудь подвижные развивашки. Да, посоветую. Это все, как мы с вами уже говорили, направлено на эти развития будет на межполушарку. То есть выбирайте любой спорт, любые занятия, любые развлечения, в которых руки и ноги будут работать попеременно. Нельзя прыганье батут, нельзя прыжки на месте или прыганье с продвижением вперед. Нельзя вот такие вот какие-то движения по барабану хлопать вот так. Все, чтобы было... Как это, по-моему, проприорецепция лезет? А это реципробные движения. Вот, плавание, бег, ходьба, ползание, лазание по шведской стенке, бегание. Соответственно, играйте, пожалуйста, в догонялки. Если, конечно, видите, что только ее это не перевозбуждает. Вот. Ну, в общем, все на реципробное движение. Это укрепит оба полушария, и, наконец-то, эти полушария между собой подружат. Вот, связи наладятся, и увидите, как ребенок меняется. Плавание, так это вообще супер-пупер. Так, подвижные развивашки. Еще подвижные развивашки. Бег с препятствиями, перепрыги... Ну, или вот, перепрыгиваем вам не нужно. Ну, шагание в обручки какие-то положили, или кочки какие-то. И вот перешагиваем по этим кочкам. Что-то на баланс. Может быть, узкая какая-то дорожка по ней пройти, в трубу пролезть. Качелика покачаться, с горки покататься. Побегать в догонялки, пожалуйста. Ну, может быть, с каким-то заданием на внимание. Допустим, как только я хлопну, ты останавливаешься. Понятное дело, сразу получаться не будет. Но в какой-то момент щелкнет и поймет, о чем вы. Вот. То есть не просто бегайте, а добавляйте какие-то стоп-сигналы на внимание. Музыка заиграла, или кот вышел, сейчас тебя поймаю, прячься в норку. Вот что-то такое. Седьмое. Это уже касается меня. Страх, касающийся воспитания. А все ли я делаю правильно? А вдруг я что-то упускаю? Стала замечать, что часто в плохом настроении постоянная усталость. Большое спасибо за информацию. С уважением. Екатерина. Сейчас вот добавление к ранее написанному письму. Забыл уточнить, что у дочи шейный подвывих еще. Стояли на учете у невролога. Делали массаж курсом 4 и 8 месяцев. Да. И шеи это тоже. Если вы в Москве, идите к этому. К Шишонину. К Шишонину, конечно. Все. Еще раз громко к обслуков. Сейчас подчеркиваю. В родах очень много. И Шишонин нам об этом говорил. И Визель говорил. И так я читала у неврологов, и хирургов, и неонатологов. У кого только не читала. Это уже прям, видимо, факт установлен. Не мной точно я в родах ни разу не была. Не присутствовала с той стороны, а не с этой. Вот. А я слышала от людей, которые с этим сталкиваются каждый день. Они сказали, что в родах огромное количество свернутых шей. Это вот сейчас я повторяю слова Шишонина. Свернутая шея это не значит, что прям вот как мы в фильмах видим, да, ее свернули. А имеется, что какие-то легкие подвывихи, да. Потому что вы же знаете, мамы все, которые в родах были, что в процессе родов, продвижения ребенка по родовым путям, гинеколог, кто там? Кто он? Не гинеколог, а он этот. Гушер. Ну, кто принимает, да, гушер. Он все время поворачивает голову, да. И если где-то чего-то не почувствовать, передавить, да, эти позвонки, что там позвонки, хрясечки какие-то, ничем не держатся. Вот. Это свернутая. И Шишонина громко сказала, что все свернутые шеи, в кавычках, все идите ко мне. Я вам всем их поставлю на место. Отсюда от свернутой шеи и получается вот это вот. СДВГ мнительное, не настоящий, не диагноз, мнительный, по образу подобия. СДВГ. По образу подобия аутиста. Хотя это не аутист, а просто аутистическое поведение. Ну да, по этому развитию. Кажется, что он аутист. Шею вправили, микроэлементы добавили, кровоток добавили, и все, и мозг пошел развиваться, развиваться и догнал на романтипичных детей. А иногда таким детям ставят все, аутист, и он сидит с этой шеей. Ну да, он получается аутист, только он не от рождения, да, не генетически, скажем так, а вот приобретенный, можно это убрать, и все хорошо, ребенок, у ребенка снимается диагноз. Вот, с шеей разобраться прямо первым делом. Если вы в Москве, в Московской области, значит, топайте к Шишонину за там какой-то курс занятий, вам шеи эти вправят, и все классно будет. Пережата же, прежде чем Шишонин двигать шею, он бесплатно, ну не он, а его коллеги, бесплатно делает на специальном, на специальном, это не обычный доплер сосудов, да, это какой-то там, я забыла, как он называется вообще, все же касается. Типа УЗИ, да? Да, это прям так и есть, но какая-то специальная УЗИ-обработка идет вот этих вот сонных артерий, и я сама видела неоднократно и на Жене, и на сыне, и на дочке, и на братья, мы все там были, всем нам делали, я стояла, смотрела на этот монитор, когда в нижних отделах, ну вот там, в третьем, четвертом позвонке, этот кровоток прямо на экране, ш-ш-ш, работа, я вижу, он толстый, по нему хорошо, поднимается специалист выше, вот этот вот свой датчик поднимает, там первый, второй или второй, третий отдел шейный, позвоночный, и там все ниже, ниже, а когда до первого дохода, который вот здесь вот у нас с мозгом уже связан, там прям, ну ничего нет, он я вижу, ищет, 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 а кровотока нет и нет, то есть он где-то есть там может быть, но он такой, что даже датчик не может поймать, и что, и вот мозг сидит вот на этом вот, то есть в шее все это пришло, а дальше не ушло, и мозг сидит голодая, да, с шеей прям первым делом, разбирайтесь, мы столкнулись, я и с братом столкнулась, у него задержка развития, мой родной брат, вот из-за этого, что нет тока, ходил, занимался, к шишонину все вправляли, вот, ток появился. Так, так вот, значит, с шеей разбираемся срочно. Седьмой вопрос, вот что касается меня, опять же, что в четвертом нет вопроса, что в седьмом нет вопроса, это уже касается меня, страх касается воспитания, все ли я делаю правильно, но я же не знаю, вы же не рассказывали, что вы делаете правильно. Ну, то, что вы заботитесь и беспокоитесь, что что-то не так, пытаетесь ребенку помочь, это уже жирная вам пятерка с плюсом, и нам что написали, то жирная пятерка. Может, мы остановимся, купим мешок корма, и там пока ломай, закинем еще корм? Жаба поворчатая. Так, 27 мая, Екатерина, год и месяц, много вопросов по ходу движения ответили.